Здравствуйте! Год назад я делала мастер-класс по плетению вот такого вот браслета, сплетенного квадратным плетением. Это было одно из моих первых видео, поэтому оно, наверное, было не очень удачным. Руки мои все время уходили за кадр, и я с того времени, ну и до сих пор, получаю письма, где люди высказывают мне свое неудовольствие. Поэтому я решила мастер-класс переснять, показать это более, так сказать, близко, и я подобрала специально, видите, вот такой контрастный бисер красивый. Ну а кристаллы те же самые, которыми я показывала в прошлый мастер-класс. Единственное, что того браслета, который я плела, у меня уже нет. Вот, значит, что я могу сказать по поводу этого браслета. Плела я его вот на такой вот леске 0,18 мм. Я сегодня опять взяла эту леску, хотя я уже давно не плету на леске, мне что-то разонравилось. Вот, значит, что еще тут такого секретного? Не секретного, но, может быть, непонятного. Значит, смотрите, вот эти вот кристаллики от дырочки до дырочки 3 мм. И две бисеринки вот 10-го размера, они тоже... Они тоже вот так вот 3 мм я померила. То есть, если взять две бисеринки, они равны, значит, вот ширине вот этого вот кристаллика. Поэтому мы, смотрите, набираем на одну сторону одна бисеринка, на другую сторону одна бисеринка, здесь две и здесь две. То есть, что мы имеем? 6 бисеринок в итоге мы должны набрать. Вот и набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот наши 6 бисеринок. Мы их набрали. И завязываем их в колечко. Или в колечко, или даже можно пройти леской вот так вот два раза и потом завязать в колечко, потому что леска очень тоненькая, можно, как говорится, очень много раз ходить туда-сюда, обратно. Вот. Поэтому я, смотрите, захожу еще раз. Подтягиваю. И завязываю узелочек. Ну, кончик я пока не буду обрезать, потому что, когда начинаешь плести браслет, удобно держаться за этот хвостик. Ну и вот мы начинаем плести. Для начала мы, наверное, проплетем несколько рядочков без кристаллов. Как плетется квадратный жгут? Смотрите, мы выходим в одну из бисериночек. Я привыкла плести сюда, вот против часовой стрелки. Я набираю первый наш набор, идет три бисеринки. Заходим. Вот, смотрите, ниточка вышла из этой бисеринки. Мы сюда заходим. И сразу проходим в следующую бисерину. Так, следующий наш набор мы набираем уже две бисеринки. Набираем две бисеринки и заходим, смотрите как. Мы заходим в ближайшую бисерину, которая находится к той бисеринке, из которой выходит титка. Вот так. И сразу можем проходить в следующую бисерину. Чтобы не делать два раза выйти сюда, мы можем сразу зайти в эту бисерину и проходим сразу в следующую. То есть, опять набираем две бисеринку, которая ближе к той, из которой выходит титка, и сразу в следующую. Вот так. Набираем опять две бисерины. И заходим опять то же самое в ближайшую. И потом проходим сразу же в следующую бисеринку. И делаем последний наш такой крестик. То же самое набираем две бисеринки. Проходим в ближайшую. И в следующую сейчас не заходим. Я вам покажу, потому что набор на последнюю бисеринку немножко отличается. Смотрите. Вот мы на каждой бисерине из тех шести сделали по вот такому вот крестику. Видите, на каждой бисеринке из шести у нас получился вот такой вот крестик. Вот крестик, вот крестик и вот крестик. Называется плетение в крестик или квадратный жгут выходит в итоге. И вот мы дошли до нашей последней бисериночки, на которой крестика нет. Как мы делаем здесь крестик? Мы заходим в эту бисеринку. Проходим в ближайшую к ней. Вот видите, у нас идет одна, вторая, третья. Вот три бисеринки. Мы заходим вот в эту бисеринку, которая у нас от первоначального набора. Проходим в соседнюю. Иголочку вытягиваем. Набираем одну бисеринку. И заходим, смотрите, вот заходим вот сюда в ближайшую бисеринку, которая, к той, из которой вот у нас изначально нитка выходила. Вот так вот. Просто идем по... Вот так вот. Сразу в три. И подтягиваем. И у нас, смотрите, на нашей последней бисерине тоже образовался такой точно крестик. То есть мы считаем, что мы ряд закрыли. И мы, смотрите, вышли вот, у нас ниточка выходит из такого, как из углубления, будто бы. А на верхушке у нас получилось те же самые шесть бисерин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Те, которые мы набирали как будто бы изначально. И мы выходим в одну из этих наших бисериночек. И начинаем плести опять крестики, точно так же, как мы плели до этого. То есть набираем. Первый начальный крестик мы плетем из трех бисерин. И сразу проходим во вторую. Хорошенечко подтягиваем. Опять набираем две бисериночки теперь уже. Проходим боковую, ту из которой вышла ниточка. И сразу проходим в следующую. Следующий наш наборчик ничем не отличается от предыдущего. Два. Две бисеринки набираем. Заходим вот в эту боковую бисериночку, ближайшую к нашей, из которой нитка выходит. И сразу же проходим в следующую. Так. Набираем еще две бисеринки. Заходим в боковую. Сюда и сразу же в следующую. И вот теперь, наверное, мы давайте обрежем наш хвостик, чтобы он нам не портил вида. Вот так, где он тут есть, выкинем. И опять мы, смотрите, у нас тут выходит, мы подошли, это предпоследний наш крестик, вот он. Мы набираем две бисериночки. Заходим в боковичок сюда и проходим в нашу последнюю бисериночку, ту, на которой мы сейчас будем делать последний крестик. Выходим в боковичок, следующий. То есть, в чем тут теперь, смотрите, у нас получилось. У нас от вот этого последнего крестика есть три бисеринки. Раз, два, три. Поэтому мы набираем всего лишь одну бисериночку и наш крестик закрываем. Вот так, проходим по кругу. Раз, два, три. И выходим вот сюда, в верхушечку наших шести бисерин, на которых мы будем вязать следующий ряд. Ну, а теперь давайте мы с вами вставим кристалл. Кристалл мы будем вставлять. Значит, смотрите, ну, давайте, все по порядку. Начинаем вязать. Раз, два, три. Это первая боковая стеночка. Вот это первая боковая стеночка. Вышли в следующую бисерину. Набираем две. Раз, два. И делаем все то же самое. Боковичок в эту и заходим сразу в следующую. Вот у нас, видите, еще одна стеночка. Ага, там у меня нитка запуталась. Сейчас, смотрите, за ниточкой не туда пошла. Так, вот, второй мы крестик связали. Это у нас, уже мы начали вязать заднюю стеночку нашего браслета. То есть, это был боковичок. Это одна петля от задней стеночки. Набираем еще две бисеринки. Проходим, как и раньше. И сразу в следующую. Так. И теперь делаем вторую боковую стеночку нашего браслета. И вот мы выходим к тому месту, где мы должны вставлять кристалл. Вот. И смотрите, кристалл наш, как я уже говорила, занимает по размеру расстояние двух бисерин. Поэтому, смотрите, мы этот кристалл будем вставлять. Вот, для него как раз такой прекрасной ложи получается. Поэтому мы заходим иголкой не в одну, как мы заходили, а сразу в две бисерины. В боковичок. Ближайшую бисерину к нашим двум этим. И теперь, смотрите, вместо одной бисерины, как мы вставляли до этого, мы вставляем наш кристалл, который занимает вот это ложе из двух бисерин. И проходим в ближайшую к этим бисеринам боковичок. Проходим эти две бисерины. То есть мы такой круг описываем, чтобы надежно закрепить наш тут кристалл. И выходим в боковичок. И в верхушечку. Вот, вот мы связали первый ряд с кристаллом. Значит, что мы делаем дальше? Мы немножко плетем так, как мы плели раньше. Первый набор три бисерины. Проходим сюда. И можно сразу в следующую. Провязали. Набираем две бисерины. Раз, два. Заходим в боковичок. В ту, из которой вышла нитка. И сразу же в следующую. Так, теперь. Делаем то же самое. Набираем две бисерины. Заходим в боковичок. В ту, из которой вышла нитка. И можно сразу в следующую. Набираем еще две бисеринки. Проходим. Все то же самое. И смотрите, мы подошли к тому месту, где стоит наш кристалл. Наш кристалл в данном случае выступает как одна бисерина. То есть, он хоть и занимает место двух, но мы плетем, как будто вот это одна бисерина. Мы в него проходим. Поднимаемся в боковичок. И набираем две бисерины. То есть, вот мы поставим, и у нас будет вот так вот, как здесь стоят. Две бисеринки. Набираем раз, два. И опускаемся в боковичок. Сюда. Опять проходим через кристалл. Выходим вот сюда в боковую бисеринку. И вот в первую, ну давайте, вот сюда в боковую. И выходим вот сюда в верхушечку. И у нас с вами опять получилось, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, так как мы с вами начинали вязать в самом начале. То есть, этот ряд следующий мы вяжем. Этот ряд будет с кристаллом. То есть, мы вяжем, значит, три набрали. По кругу пошли. Дальше набираем две. В принципе, тут оно будет, вот дальше браслет будет повторяться. Всего два набора есть. Один ряд с кристаллом, второй ряд с двумя бисеринами. То есть, и в следующую. Боковичок. И в следующую сразу. И мы вышли к тому месту, где мы будем ставить наш кристалл. То есть, теперь мы проходим сразу в две бисеринки. Выходим в боковую бисерину, которая ближе к этим двум находится. Берем наш кристалл. Заходим вот сюда, в боковую бисеринку. Вот в эти две, из которых выходила нитка. Вот в эту боковую. И в верхушку. Ну, и в таком духе мы продолжаем плести то же самое. То есть, три. Следующая. Дальше по две. Боковичок и это. И подошли к месту, где стоит кристалл. То есть, заходим в кристалл, в боковую бисерину. Одеваем две бисеринки. Заходим в боковую, в кристалл. Поднимаемся опять в боковую. И выходим сразу в верхушечку из шести бисерин. То есть, в чем тут фишка? Что кристалл мы вставляем в самом конце. Как последнюю бисерину. Ну, и вставляем вместо одной две бисерины. Вот и все премудрости. Ну, я надеюсь, что я смогла доступно объяснить. Я желаю вам, чтобы у вас получалось все, что вы задумали. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok